Всем привет, народ! И если вам нравится Prey так же сильно, как мне, это просто моя новая любимая игра, я серьёзно. Мне очень нравится, это просто потрясающая игра, блин, такая музыка играет, как будто я прям реально в космосе летаю без скафандра, и скоро, скоро мой полёт закончится. Если вам всё это нравится, вы можете поделиться этим видео со своими друзьями ВКонтакте, это очень важно, и будет очень классно, если вы поделитесь, ваши друзья увидят классную игру. Потому что любой, вообще смысл любого видео, это в том, чтобы вы с ним поделились, чтобы больше людей видел и узнал о том, что есть такая классная игра, что вообще всё так круто, и вообще в этом всегда смысл, понимаете? Потому что часто, мне кажется, многие люди думают, что вот когда ютубер снимает видео, или я, давайте я буду говорить про себя, что вот Евген снимает видео, он снимает его чисто для себя, так, знаете, просто играет и записывает, чисто случайно нажимает на кнопку записи, чисто случайно записывает и монтирует ролик, чисто всё происходит абсолютно неожиданно. Нет, на самом деле, мне приятней, как бы, чем большему народу все это дело посмотрят, просто чувствуешь, что, черт возьми, аппаратов у людей, потому что я знаю, что мне часто пишут, какой у меня, какой я прям домашние видосы получаются, хотя, знаете, честно, я никогда не стремился делать домашние видео, но мне кажется, это что-то, что должно получаться само собой, то есть у тебя само собой получаются как-то веселые ролики или домашние. Ох ты, черт возьми, сучи! Так, засранец, ты что, решил подраться со мной? Иди сюда, иди сюда, петух. Стой, ох ты, о нет, о нет, о нет, все, сейчас может плохо кончиться. Ну так неплохо его поджарили, да? Че, ну парни там пока отвлеклись, ладно. Раненые на подходе, что-то, они меня пытаются обойти, не могу сейчас прочесть. Забрать чуть-чуть палаты Беллами с его телами. С его тела. Че, я тебя тут спрячусь. Уэйт, пожалуйста, пожалуйста, и пироженка. Почини модератора, который сидит на твоем столе. Голдкраст. К чему это было сказано, непонятно. Медоператор, медоператор, видимо, лечиться позволяет. Видите, ребятки там меня ищут. Можем, кстати, прятаться под столом, если вы не знали. Твою мать, да. Это, конечно, правда, это, видимо, энергетик, как я понимаю. Энергез. Окей, давайте попробуем что-то принять. Выпить, возможно. Наверное, пока аптечку приму. Окей, это пока это не работает. Сломанный вентилятор. Зачем я собираю сломанные вещи? Наверное, чтобы их переработать в конечном-то итоге. Запчасти, еще запчасти. Мне просто интересно, к чему это все. То есть, я же могу, получается, заниматься ремонтом в этой игре. И как мне починить ремонт 2? Блин, нужно качать ремонт. Я не века не могу. Я очень хочу убить этих тварей, понимаете? Меня, меня бесят наличие этих тварей там, в соседней комнате. Я могу, кстати, использовать боевую концентрацию. На этих. Окей. Он мертв. Получай, получай. Чуть-чуть. Нет, нет. Сука. Ты за это поплатишься, тварь. Ты за это, пап, мертвая тишина. Видимо, это достижение за смерть. Ну, давайте все-таки прочитаем, раз я тут отспалнился. У вас на подходе несколько человек с ранениями. Некоторые при смерти. Среди них доктор Сильвен Беллами. Да, помните вот этот доктор, на которого мимик напал? Не везите его в травмпункт. Его следует доставить в лабораторию психотроники. Это чрезвычайно тяжелый случай. Повторяю, не госпитализируйте доктора Сильвена Беллами в травмпункт. Как можно скорее доставьте его в лабораторию психотроники. На самом деле, у меня какая-то постоянно такая, знаете, не то что совпадение, но так получается, что я всегда не высыпаюсь, когда выходит какая-то новинка. Причем по совершенно разным причинам. Вчера я просто, ну, как я уже рассказывал, общался со своей женой. Это просто странно, что как бы я довольно редко общаюсь с женой. Так вот, получается. Я играю на нормальной сложности, если что. Сложная игра, то есть, в тот момент, когда тебя могут убить с одного удара, это, отчасти это классно. То есть, я действительно чувствую, что... Черт, я этого не ждал. То есть, я впервые встретил сильного врага. Маленькие мимики, по сути, не сильные враги. То есть, здесь выходить на врага на рожон, самоубийство. Абсолютно. Это... Это и прикольно. Это мне это нравится. Не то, что я люблю хаткор, но, с другой стороны, немножко надоедают эти простенькие шутеры, в которых, по сути, тебе ничего не нужно делать. И просто возьми выстрель в голову, все, враг убит. Это как-то даже слишком просто, учитывая мой уровень скилла. Сюда идет эта тварь. Я пока грузанул карту сектора. Окей, отдел нейромодов находится в этой части здания. Там находится красный. Что такое распределитель операторов? Что это значит, я не уверен. Тварь идет сюда. Нужно уйти до прихода тваря. Мне нужны патроны, чуваки, потому что пока что я как голый просто хожу, поэтому... Понимаете, гаечным ключиком мы не справимся с этой тварью. Но она слишком сильная. Хорошие-хорошие полицейские. И отрывок из книги доктора Авалона Байера о методах допроса. Обычно в кино подозреваемого на допросе изображают упрямым, умным и даже надменным человеком, который вступает в словесный поединок с офицером, ведущим допрос. Это повышает уровень драматизма, но слабо соответствует действительности. Важно помнить, что большинство подозреваемых хочет говорить. Задайте допрашиваемый несколько вопросов, но только для того, чтобы он не останавливался. Не пытайтесь направлять ход беседы. Просто сделайте так, чтобы допрашиваемый постоянно говорил. По моему опыту и статистика его подтверждает. В большинстве случаев человек сам выдаст нужную информацию. Если вы просто слушаете его в случае необходимости, подтверждаете его предположение. Как же тяжело читать, когда ты не выспался. То есть я как бы чувствую себя нормально. Вот знаете, как бы ты чувствуешь себя хорошо, но при этом... У тебя постоянно не хватает воздуха и у тебя во рту как будто океан слюны. Это очень странно. Это очень странно, ребят. Просто я постоянно не высыпаюсь из-за того, что в мире столько интересного. И я просто не могу заставить себя лечь спать. Я хочу спать, но не могу. Потому что в мире столько интересного. Хочется почитать всякие статьи научно-экономические. Черт, я не знаю, а вот сплейщика я должен говорить исключительно про игры. И читать только про игры. Но черт, мне интересна экономика и психология. Исследования показали, что после трех месяцев, проведенных в квартире Евгена, повышается вероятность возникновения поведенческих отклонений. Черт, это очень похоже на правду. Функция. Что может... Тест поведения. Танстар, экспресс-сценка поведения. Окей. Да, я хочу... Ценочку, давай. Чего ты... Я не понял. Не понял, почему не работает. Ладно. Видимо, сломана аудиозапись сеанса. Ну-ка. Как я понимаю, это на мой смартфон сейчас загрузится. Да? Окей. Черт, он кончает там? ...своей лабораторией. Стою у зеркала. Вы один? Да, да. Что вы видите в зеркале? Ничего. Поначалу... Я не хочу его включать. Но... Я не могу удержаться. Я должен его включить. И там... Словно черная дара. Огромная... Тьма. Там... Что-то плавает в темной... Системное оповещение. Что-то... Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Чувствую, что оно хочет выйти... Ко мне. Я должен отключить зеркало. Пока оно меня не заметило. Но... Всегда просыпаюсь раньше. На что он похож? Силуэт в стекле. Я... Ни на что. Он похож на это изображение. Обещает проводить его быстро... Доктор Кальвина. Он выглядит так? Нет. 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 Это... Я не... Уверен. Откуда у вас этот рисунок? Вы шпиолите за мной? Я не собираюсь больше с вами разговаривать. Кстати, насчет пси-инъектора. Почему бы и нет? На самом деле управление довольно классное. А если R1 нажать, это... Да, это лечилочка. Окей. Еще немножечко. Посмотрите. R1 это любые лечебные предметы, которые могут вам быть полезными. Давайте еще послушаем. Только я хочу засейвиться и поисследовать вот этот весь отсек. Посмотреть, что здесь можно найти интересного. Пока мы слушаем записи. Потому что интересно узнать вообще, что за эксперименты. Сара. Но вы можете звать меня директора Лазар. Мэтт. Лучше Матис. Простите. Окей. Отрывок из книги Гернарда Рига. Белый шум. Немножко приобретаем. Запись чаще называют белым шумом за характерных точек. Ну да, это то, что на телевизоре. На старых телевизорах вот был белый шум. А это, по сути, было отсутствие сигнала. И все такое. Который не видит больной. Белый шум. Который видит больной. Белый шум это не просто болезнь. Это не просто парапсихологическая способность. Как считают безумные врачи. Более похожие на шаманов. Ведь все помнят доктора Игви, да? Белый шум это лишение прав. Он символ того, что больного никогда не будет нейромодов. И что ее мозг никогда не картирует. Что значит картировать? Это конец. Какую-то карточку вставят. Типа карту памяти. В вашем деле написано сараи. Да сколько можно? Мать американизировала имя. И еще час без малого мы будем вот так общаться. Можно прямо сейчас все закончить. Действительно. Результат у пациента диагностирован не мелкоклеточный рак легкого. До перевода в транслятор навыков пациент не указывал на заявление никаких заболеваний. И на заявление. Немедленно свяжитесь с пациентом. Мы говорили о вашей матери. И я думал, что сегодня мы обсудим ваш выбор карьеры, который связан с ней. Я пошла в армию не за тем, чтобы смыться от нее, Мэтт. Просто я была неугомонной. Теперь вам лучше. Неугомонность прошла. Здравствуйте. У вас назначен Сиан. Я читал отчеты о ней. Я вытащила всех, кого могла. На каждого солдата, которого мы потеряли, приходится сотня спасателей. Там идет этот чувак. Надо спрятаться. Здравствуйте. У вас назначен Сиан. Не с врагом, а с природной катастрофой. Не природной, а рукотворной. Это подготовило меня к работе здесь, доктор Коль. Потому что станция это тоже потенциальная катастрофа. Мы хорошо обучим. Минутку. У меня место кончилось? Плохо оснащены. Здешние исследования опасны. Хранить их в тайне опасно. Я уверена, что вы согласны. Запрем, чтобы тварь не вошла, чуваки. Понимаете? То есть она может войти в любой момент. Окей. А что здесь? Я знаю не все. Прослушаю. Вот черт, она там ходит. Я не могу сказать, что ключом на нее выбежать. Я не безумец. Объект выглядит растерянным. Подозрительным. Не ясно в какой мере его поведение. Тут все записи о пациентах. Просто мне они не сильно помогают. Понимаете? Что тебе от меня нужно? Я не знаю. Мне лично от тебя, друг. Не надо? Ни хрена. Так что... А может быть и надо? Я не уверен, если честно. Я хочу ремонт починить. Так, где ремонт, чуваки? Где ученый? Я думаю, ученый связан с ремонтом. Нет? Ладно, окей. Скорее инженер. Инженер. Да, это ближе. А где ремонт? Исследование. Точный удар. Ремонт. Ремонт один у нас есть. Ремонт два. Требуется больше... О, ну ладно. Окей. Господи, не пишите мне, пожалуйста. А, это Лиза пишет. Окей, да. Хорошо. Хорошо. Так, окей. Дверь мы заперли. Сюда можно войти? Карантин. В карантин. Мы не знаем, кого-то к карантину, ребята. А постой. А ломануть-то можно? Мы можем ломануть, засранцы? Нет, к сожалению. Ломануть тоже не получится. А пробить? Черт, его им управляют, ребята. Мы не можем ничего сделать. Надо сохраниться. Так страшно. Действительно, эта игра пугает. И пугает именно атмосферу и ужас. Понимаете? Игра именно пугает атмосферу и ужас. Посмотрите, ну вот это. То есть разве... И звуками. То есть, понимаете, многие говорят, что страшно, когда выпрыгивает на тебя бабайка и орёт на тебя, типа а-а-а-а. Но это не страшно. А страшно это, когда действительно издаются вот такие звуки, и ты постоянно слышишь вот всякий шум подобный. Вот это действительно страшно. Я понимаю, что многие, наверное, скажут, что здесь не страшно. Я думаю, нужно отчасти играть самому, потому что когда ты смотришь что-то видео, страшно, одинаково страшно не бывает никогда. Что-то мне место надо освободить, только как? Давай, посмотри, где эта тварика. Черт, возьми, она уходит там. Подъемное оповещение. Необходимо. Давайте рискуем. Движитесь. Не получилось. Бывает. Просто я думал, что я смогу ударить по этой штуке, по взрывоопасной бочонку и... победить. И, кстати, я почти победил у нее. Почти не осталось здоровья у той твари, так что я был близок. Я думаю, надо попытаться пробраться в отдел нейромодов, потому что здесь явно что-то получится. Вообще мне нужно на уровень B1, лаборатория психотроники. То есть надо попытаться прорваться туда, чтобы что-то получилось. Но, в принципе, мне интересно и в отдел нейромодов. То ли это выход службы безопасности отдела IT. Мы тут еще не были. Давайте попробуем вернуться. Потому что с этой тварью сейчас драться, ну, в принципе, бесполезно. Мы ничего не добьемся, чуваки. Мы ничего не добьемся. Лучше идти в отдел психотроники. Потому что у меня сейчас мало патронов, и я против какой-то мощной твари не имею веса. Как знаете, одну... Кстати, я мог взять турель и расстрелять ее из туреля. Вообще, да, это прикольно. То есть я, по сути, могу использовать все... Ах, ты что, Тази, это мимик! Да где он? Да-да-да, расстреляй его, расстреляй засранца. Да-да-да. Окей, все, мимик расстрелян. Пудинг из бананов в рассвет. Взять и... И не есть. Постой, у нас и так полно, в принципе, всего. Давайте покушаем. Видите, у меня сколько в запасе всего. Давайте можем, да, можем взять эту турель и отнести ее... Туда наверх и убить огромного засранца. Кстати, ту тварь я так и не обыскал ее останки, если честно. Я бы... Я бы хотел. Так что, окей, попробуем. Сдохнем, разота, давай, умирай! Умирай! Черт, Ази, она еще живая, она еще живая, вероятно, моя турель еще живая. Нет, еще чуть-чуть, немножечко. Держись! Турелечка, давай, маленькая. Черт, возьми. Эту тварь убил мою. Она убила Тимми, мою турельку. Ладно, не Тимми. Будем звать ее Андрей. Они убили Андрейку. Андрейка сдох нахрен. Блин, что делать будем? Что делать, если Андрейку убили, ребята? Рип Андрей! Хеллоу, мазафака! Ю вонна дай! У тебя нет выбора. Инъектор, окей. У нас есть венцо, много. А это что? Инъектор, а можно его как-то использовать? Да, можно, кстати, его использовать. Черт, газовая труба. Окей, ребята, да. Территория, как я понимаю, мимики же не могут дважды оказываться в одном и том же. Есть контейнер для отходов. Зачем он нужен, правда, не совсем. Понятно, если честно. А постой, а мы можем подлечиться при помощи метатерминала, как я понимаю, да? Что-то по-моему нет. Постой, а где? Да я не понял, а где? Ох ты, черт возьми. Тут газ! Ну, по сути, да, ребят, мы тут все очистили. То есть, вот карантин там есть. И, по сути, это все, да. Здесь интересного больше нету. Да, да, а как вылечиться-то у вас? Просто я к вам подхожу и вроде, да, вот с этим говорить нужно. Я скатирую легкие ранения. С этим справится и портативная отсечка. Спасибо. Да все, вы меня вылечите, огромное спасибо. Что-то и голос, как у робота из Чужого. Чужой же тоже был локализирован на русский. Там у андроида тоже был такой голос и ностальгия, в общем. Окей, ребят, пойдем в морг лаборатории психотроники. Я просто любитель выполнять допы, если вы не знали. Я сюжетку люблю брать именно после допов. К тому же допы здесь не просто сходи принеси. Мы сейчас с вами пытаемся понять, что же произошло, как же... Почему же все пошло по одному месту? Нет пропуска? В чем проблема? Неужели взломать это? Нет, нет пропуска к общему входу. Окей, если допуска у нас нету, придется... Нет, сюда допуск есть. Черт возьми, ну как есть? Как есть допуск? Не совсем, если честно. Ах ты! Черт, он в аптечку превратился, это чертов мимик. Их двое. Это все? Черт, нет, их десять! Здесь их бесконечно. Я знаю, здесь есть еще мимик. Где мимик? Он бегает под ногами, блин, как таракан. Я уже говорил про тараканов. Терпеть их не могу. Хотя кто любит тараканов? Не, ну есть люди, которые коллекционируют мадагаскарских тараканов. Знаете, огромных, стрёмных тварей. И, блин, они их еще там целуют, играют с ними. Я не понимаю, как так можно. Что это за дерьмо? Какая-то, господи, это понос динозавра. Я не знаю, честно, как можно не стошнить, увидев такое. Не знаю, может я чувствительный, но меня это доводит до тошноты такие твари. Фу! Окей, отсыревший кусок сигары. Это все сырье. Я бы сейчас, честно, знаете, пойти и заняться крафтингом. Жестно, а крафтить кучу патронов. Загоревшие жесткие. Это все материалы, чуваки. Может быть, можно пивко выпить, а? Давайте выпьем это чертово пиво. На здоровье оно, кстати, так себе влияет. А это что? Антирад. Это против радиации. Но это там тоже как бы не особо, понимаете ли, не особо полезно, если так уж говорить. И аптечечка небольшая. Это, конечно, тоже полезная вещь. Представляете, сюда нам не пройти, а починить дверь. Нет. Психотроника. Сюда как бы можно попасть. Ну, проще, как я понимаю, через эту дверь. Через эту. Эта дверь слишком поломана. Может, значит, современные двери ломаются просто на раз-два. Вот в СССР делали такие двери, что на эту дверь можно было обоссать, и она бы не сломалась. Окей. У нас нет, к сожалению, допуска для общего входа. Является ли это проблемой? Да, черт возьми, это очень, мать его, большая проблема. Так что, мне нужен, ну, давайте пройдем по сюжету пока. Мне кажется, что по сюжету найдем допуск. То есть, обычно так и происходит. То есть, ты идешь по сюжету и находишь какие-то интересные штучки дрю... Господи, я звучу очень непрофессионально. Объекты интереса. Вот как скажет профессиональный летсплейщик. Вы находите объекты интереса. Понимаете, я профессионал, я... Она... Я не могу серьезно к этому относиться, уж извините. Фабрикатор. Я хочу пойти и скрафтить себе снаряжение. Ничего не могу скрафтить, не хватает припасов. Черт. Мне хочется взять с собой турели, просто таскать ее с собой, но мне кажется, это немножко нечестно, что ли. Ладно. Я думаю, что у людей тут могут найтись патроны. Насколько я помню, здесь были мимики. Последний раз, когда я тут породил. Окурок сигары. Я, правда, не уверен. Я страдаю от хронического расстройства... Расстройства мясоеда, то есть у нее постоянно хочется скушать котлетку. Если ваш доктор Коль это лечит, я приду. Окей. Починить ремонт 1. А почему мы не можем это чинить? Вот в чем вопрос. В чем проблема? У меня есть ремонт 1. Почему я не могу чинить вот это вот? Почему? Непонятно. Ну, ладно. Пойдем к мастерской доктора Кольвинчика. Давайте, пошли. Как бы, что ты еще будешь делать? Вот зачем мы вообще на этом Талосе ходим? Надо продвигаться, да-да-да. Надо двигаться вперед по сюжету. Я люблю изучать локации. То есть, я знаю, есть те, кто пробегают все вот это, просто бегом такие... Я не такой. Я люблю изучать локацию, посмотреть вообще, что есть. И что с этим можно делать? Мне кажется, я сломал игру, и потому что черный экран, это всегда плохо. Мне кажется, я реально сломал игру. Да, наконец-то! Мне пришлось перезапускать игру, чтобы уровень начал прогружаться. Качество современных игр, ребята, качество современных игр. У вас такое было? Бывает часто? То есть, у меня практически в каждой новой игре какой-то бакс, то ли с прогрузкой уровней, то ли еще с чем-то. Всегда. Вспоминаешь 2000-е, вот когда игры делали классные. Кто-то сейчас скажет, ну, Евген, так хватит играть в новинки, играю в игры из 2000-х. Так я и хочу, так я и буду. Летом. Летом новинок нет, будем играть в игры из 2000-х. Вот там все вот так было. Всегда. Потому что тогда патчи выпускать было к играм нельзя, интернета не было. Ну, вернее, был, но далеко не у всех. И поэтому игры старались, по крайней мере, старались делать такими, что все работало из коробки. И, по крайней мере, основную сюжетную линию всегда можно было пройти. А так уже были какие-то проблемы с балансом, с допами. Там вот это было, и это фиксили, но патчи весят там мегабайт, 2 мегабайта. Вот игры 2007-го года на PS3, например, на Xbox 360, там патчи несколько мегабайт весят. То есть, реально копейки, потому что, ну, интернета тогда дорого было. Потому что чаще всего интернета был платный. То есть, платный по трафику. Сейчас мы качаем, вообще не паримся. Типа, качаем терабайт, так терабайт. Долго, да, долго, но 100 бесплатно. То есть, ты платишь за месяц, а не за трафик. Раньше платили за трафик. Черт, заражен. То есть, эти боты тоже заражены? Нихрен, да? То есть, здесь все разожжено. Фойе. Надо убить его, пока он не убил меня. Класс, я могу его повалить. Да! Именно такое я и хотел. Он взорвется? Он, надо отойти. Черт, я был прав. Эта штука разнесло в халамину. Аккумулятор для К-лучемета, блин. У меня К-лучемета нету. Аккумуляторы есть, лучемета нет. Что ты будешь делать? Слушай. Я отправил Ларсона в демонстрационный зал. Может, ему удастся вынести оттуда бутылку старого Сардара? Не хочешь к нам присоединиться? Я думаю, что старый Сардар подождет. Тут, черт возьми, апокалипсис. Хоуп. Хочу предупредить, что демонстрацию двигательной установки Артакс придется отложить. Она все еще в механическом цеху. Небольшие проблемы с двигателем. Наверное, этот двигатель потом можно будет использовать, чтобы поджать чью-нибудь попку. Окей, карта. Карта, карта, карта. Карта у нас маленькая, по сути. Мы особо не знаем, что происходит. Мы знаем только, что надо вперед идти. Давайте выпьем немножко зеленого чая. И кофе возьмем с собой. Черт, я кофе больше люблю. Зеленый чай вообще не по мне. Для меня зеленый чай, это как будто траву сварили. С улицы вообще терпеть чай не могу. Вить! Ты ящик водки уронил! Почему так все гремит? Слишком далеко, слишком быстро два. И правление Джонсона подошло к концу. Его сменил президент Рейган. Уже тогда гонка в космосе стала сдавать. Антузиан с предыдущих десятилетий притупила отсутствие успехов. Ну да, в Советском Союзе, также сосредоточившемся на освоении космоса, уже наступил экономический коллапс. Это 80-е. Ну да, СССР-то на нефтяной игле сидело. И в принципе деньги были чисто от нефти. Многие американские военные политики обнаружили, что Господи, мне тупо тяжело дышать. Что космическая программа непопулярна у избирателей. Это привело к возникновению новой группы политиков. Многие из которых также помешали США вступить в войну в Вьетнаме. Которые хотели заниматься только внутренними проблемами. Помешали вступить в войну. Опять же, да, альтернативная история. То есть США на самом деле воевала во Вьетнаме, как вы знаете. Следующая Call of Duty, говорят, после... Я слышу шепот. После той, про Вторую мировую. Как будто рядом враг. Там кто-то явно есть. Там кто-то явно есть. Нужно действовать осторожно. Может быть тут что-то... Может мы открыть сможем, а? Кабинет директора Торстейна. Нет, мы не знаем кода. В имейлах кода не обнаружено. Пока что, пока что не обнаружено. Здесь тоже что-то... Блин, такая... Получай, дерьмо! Говноед! Петух! Чё-то он жжёт меня пуля огнемётом! Где... Где это говно? Извините, что... Очень негативно его сказать. Да не могу я прицелиться по... Твою же сука мать, извините. Я не могу прицелиться по этой хламине. Она просто летает, вылетает, а вообще не при... Гаммэромод. Где-то враг. Не знаю где, но где-то он есть. Ссуриту. Бип-бип. Выпринесли с собой оружие. Так, окей, у нас нет пропуска, зато есть фантом. Адрём перед лабораторией заперт. Можете поискать пропуск. Но возможно есть и другие пути. А вы всегда отличались находчивостью. Интересно, как вы поступите? Кажется, я знаю. Посмотрим. Наверное, на пункте охраны будут патроны. Да, 9-мм. Улучшение. Мы получили набор, чтобы использовать в открытии ваше снаряжение, нажав окей. То есть я сразу же могу вкачать пуху себе. Набор. Ух ты, у меня их уже два. То есть как они работают? А, ты просто кладёшь на оружку, и оружка качается. Вот так, например. Нет? Извините, а как это работает тогда? Автосортировка. Перенести. Позвольющее модифицировать. Необходимо в способности оружейника или лаборатория. Меню разделить, например. Ну, так, окей. Окей, да, вот так. Как это работает? То есть как мне... Извините, приладить это к моему пистолетику? Как мне это приладить? Как это работает? Меню, окей. Улучшить хочу. А, вон оно как. То есть если есть набор, можно, например, прокачать. Огневая мощь. Потому что пистолет хорошая вещь. Патроны к нему часто находятся. Но, чёрт возьми, бьёт он слабовато. И на 15 метров. Меткость. Меткость тоже он очень сильно мажет. Дробовик. Ну, тоже вещь классная. Но, мне кажется, можно потом оставить. То есть разделять без нужды было. Окей. Постойте, а это что, это взять можно? Ну, блин, мне пистолет-то особо не нужен. Мне, скорее, боеприпас надо. Так что давайте выкинем. Ну, вернее, его можно переработать, если найдём станцию переработки. Чертёж патронов. У нас вроде как есть, но пусть будет два. Карта сектора. Окей, грузанём карточку сектора. Вообще, очень интересно. Мне нравятся игры, в которых можно поизучать что-то, погрузиться в игровой процесс. Станция подзарядки. Подзарядки чего? Неизвестно. Утилизатор и фабрикатор на карте не видны. Нам нужно, в принципе, вперёд пройти. Как мы это сделаем, хрен его знает. Пока что мы не знаем. Так, окей, сбросить контрольную точку. Открыть камеру. Давайте камеру хранения откроем. Что это значит вообще? Что значит открыть камеру хранения? Ну, окей, я её открывлю. В любом случае, если там что-то есть, я могу это забрать. Функция. Тоже сделана. Экипаж. Аппаратная лаборатория. Охранник. Нет признаков жизни. А... Найти члена экипажа. Аппаратная лаборатория. Конрад Йорген Торстен. Ну, в принципе, я не особо хочу их искать. Давайте вообще пометим и пусть будут у меня... А, искать можно только одного. Жизнеобеспечение. В пределах нормы. Художник. Айк. Стюарт. По сути, мы можем через эти терминалы искать людей. Травмпункт. Хранение данных. Окей. Дондрарий. Мостик Талоса. Что за звуки такие? Что-то опять кто-то... Как оно выглядит форма? То есть, по сути, да, фантомы, ребята, это же живые люди. Которые просто... Которые просто были изменены. Что-то у вас тут очень стрёмно, если честно. И всё гудит, звенит. Что-то вот тебе будущее. Вот это будущее, ребята. Всё гудит, звенит, и тебе стрёмно выходить из дома. Хм, что же делать, как же быть? Пойдём сюда. Другого, по крайней мере, маршрута сейчас не наблюдается. Правда, я бы... Постой. Э, зря, зря сделал. Я бы хотел покушать немножко. Кофе выпить, например. Всё, отлично. Кофеёк попили. Посмотрим. Мастерская доктора. Здесь всё чисто. Что же ждёт меня впереди? Твоё... Что это за звук был? Чёрт, может я зря обернулся, а? Чёрт возьми. Что оно делает? Оно с кем-то дерётся. Оно убило человека! Я не могу его убить. Оно не дотянется. Оно меня видело, но не смогло дотянуться. Чёрт возьми, мне повезло. Они все бухали. Такое ощущение, что тут... Ух ты, вход для персонала. Новый пропуск. Теперь мы сможем открыть злосчастные врата ватекс. Ух ты, чёрт! Служебный люк. Смотрите-ка. Блин, я бы этот гипсовый баллон для гипс-пушки. Спасибо. Как приятно, когда всё продуманное. Вещи лежат там, где они, собственно, должны лежать. Чёрт возьми. А, ты не потухнешь? Гори-гори ясно. Лишь бы не погасло. Вот девиз местных засранцев. И это что, это граната? М-заряд. Окей. М-заряд. Ну, я понимаю, он уничтожает технику. То есть, если мы увидим летающую технику, её можно убить вот таким вот незатейливым способом. Пистолет. Окей. И давайте гипс-пушку будем её использовать. Как залезть-то? Чёрт, у меня идея. Построим лестницу из гипса. Чёрт возьми, ребят. Центки, какая классная игра. У неё оценки, кстати, уже 9 и 10 из 10. И я могу понять, почему, ребят. То есть, действительно, в этой игре вы можете построить себе лестницу. Я понимаю, что, можно сказать, есть какой-нибудь там... Как же он называется? Есть, например, тот же Гэрис Мод. И тоже строй себе что хочешь. Но, понимаете, это не то же самое, как есть Гэрис Мод. Мы же говорим про игру, в которой есть синглплеер, сюжет. И ты можешь реально что-то в ней делать. Окей. Карабкаться при этом можно нормально, по-человечески. Окей. Засейвимся обязательно. А тут нельзя? Жалко. Всё, мы в атриуме. Где ходит этот чёртова тварь. Да, нашёл другой путь. Я молодец. Окей, у нас есть атриум. Есть сцены, в которой мы как бы были. И нам нужно пройти вот сюда. Обшивка Таваса. Лаборатория. Окей. Я слышу, везде шёпот отовсюду. Лабораторные приборы. Нестандартные детали. Прототип. Мы сможем сочинить ваш терминал святого использования. Ах. Он мёртв? Он мёртв? Да. У-у-у. Он мёртв, ребята. Я убил, я убил, я убил здорового мимика. Я хорош, ох, я хорош, ребята. Не будем всё, всё тратить. Я уверен, что что-то можно найти. Давайте используем инъектор. Всё-таки, если не можешь взять, так используй. Практическая электроника. Я думаю, это нам не поможет. Давайте ещё дверь откроем, потому что... Ну, чтобы проходы были, понимаете. Дополнительный проход открыт. Мне не нравятся звуки, которые... Слушай, как будто здесь есть кто-то ещё. Постоянно вот это чувство присутствия. Это на самом деле очень классно. Я постоянно чувствую вот это присутствие. Как будто кто-то ещё тут есть. Как будто я не один на этой чёртовой станции. Поэтому я иду медленно, а не бегу. Потому что я знаю, что кто-то тут есть. Это что? Это лаборатория баллистики. Какие химия? Я знаю, что нам не сюда, но я хочу сюда попытаться попасть. Всё взрывается и трясётся. У нас нет пропуска. Окей, давайте попробуем хотя бы запломбировать. Запломбировать этот проход и пробраться вперёд. Всё, запломбировали. Блин, ты... Это женщина, она похожа на меня. Здесь все женщины похожи на меня. А как можно использовать... А, можем использовать... Ох ты, я могу себя чинить. Я не знал. Утилизирующая граната... О, окей. Утилизирующая, насколько я знаю, должна убивать существ. Ну, по логике вещей. Утилизирующая граната разрушает молекулярную структуру. Да, как я и сказал. Она разрушает... Она представляет угрозу и мне. То есть, если я использую рядом с собой, а-та-та, мне тоже может стать нехорошо. Окей, давайте починим себя. Я, кстати, честно не знал, что можно из себя чинить. То есть, я как бы догадывался, что я понимал, что есть наборы какие-то, но... У меня есть еще. Я знаю, что есть еще. Аккумулятор для К-лучемета. Я пока не могу их использовать никак. К сожалению. Окей, а где ремонтные наборы, по которым чипы костюма? У нас здесь чипы психоштуки, но у меня, к сожалению, что-то с ними беда. Окей, кстати, мы мог бы выпить вот эту штуку. Давайте выпьем этот напиток потрясающий. Бурбон хочу, короче, выпить, потому что я очень люблю пьянствовать. Наборы для ремонта использовать. Залатали костюмчик, теперь я пьян и мой костюм залатан. Вот как нужно жить, ребята. Окей, перезарядим эту штуку. И войдем внутрь, а? Извините, я пьяный. И у нас здесь есть сейф. Можем ли мы его вскрыть? Да, кстати, мы его можем вскрыть, по идее. А, хакер. Новый навык хакер позволяет вам взломать защитные системы. Для взлома быстро перемещайтесь в потоке данных. Окей, понял. А как? Окей. Окей. Класс. Че возьми, слава богу, это не взлом а-ля Скайрим. Потому что, вы знаете, это Скайримовский взлом не то, что надоел, но... Понимаете? Хочется видеть что-то новое, и приятно, что это что-то новое в игру внедрили. Окей, есть электронная почта. Наверное, здесь был пароль. Лили, я тут тестирую утилизирующую гранату, и произошло нечто необычное. Я положил стандартный материал в камеру, взорвал снаряд. То, что получилось в результате, было перемешано с какой-то лиловой органической на вид субстанции, которую я никогда раньше не видел. Может, сырье чем-то загрязнено, не знаю, что делать дальше. Поэтому пока... Я положил неопознанный материал в сейф. Окей. Что вам нужна обновленная схема, утилизирующая гранату. Нужна схема. Схема это вещь полезная, если что. Мне очень хочется уже начать крафтить какие-то снаряды. Я уверен, что здесь наверняка можно что-нибудь крафтить. Тут есть материалы. Черт, ребят, видите? Не зря я все-таки исследую местность. Таблица Менделеева, кстати, здесь наполнена материалами, про которые я не знаю. Я не химик, но черт. Здесь она полная. И, постой, внутри мимик. Вот, загрязнена... Черт возьми, в этой камере сидят мимики. Пожалуй, я их не буду выпускать. Ладно, ребят, пусть там сидят. Они там, мне кажется, прижились. Им там нравится. Биологическая камера. Запустить утилизирующую гранату. Да. Ну-ка. Ну, ребят. Ха. Получайте мимики. Открыть камеру. То есть, из мимиков получается какой-то странный розовый материал. Фиолетовый, вернее. Органика. Странно. Черт, лишь меня не заперли. Не побаловались со мной при помощи этой гранаты. Понимаете? Я же тоже... Органика. То есть, человек это органика. Понимаете? И я тоже могу пострадать. Записан. Утилизирующая граната. И зацепила мою ногу. Как я понимаю, если тебе зацепят ногу, хорошо тоже не будет. Да? Придет ты делать протез. Правда, это как сажа галактики. Типа, берешь там ящик протезов. Лежит. Бери любой, который тебе по душе. Окей. К сожалению, здесь нету ничего для создания снаряжения. Мне это не нравится. То есть, черт. Я думал, здесь можно будет что-то скрафтить. Но, к сожалению, это не так. И, ребят. Да. Увидимся мы. Окей. Здесь нельзя пройти, потому что здесь прошивка. Как бы пробита. И, видите, здесь выход в космос. И меня может просто нанести. И, к тому же, там нечем дышать. Ладно, ребят. Увидимся мы уже в следующей серии. Если вам понравилось, можете оставить палец вверх. Я пока засейвлюсь. И подписываться на канал. Также делать репосты к себе на странице ВК. Чтобы ваши друзья увидели это потрясающее новое видео. Я поставлю на паузу. Сейчас мимик, блин, съест меня. До следующей серии. Всем пока.